Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». В уходящем году в Брянске было проведено масштабное мероприятие «Православная книжная выставка-форум «Радость слова». Проект проходил под эгидой издательского совета Русской Православной Церкви, который возглавляет митрополит Калужский и Боровский Климент. Мы подробно рассказывали о книжной выставке и встречах с известными писателями и миссионерами в 105-м выпуске передачи «Православная Брянщина». В программу также вошло интервью, которое дал нам в рамках своего визита в Брянск митрополит Климент. Сегодня мы хотели бы представить вашему вниманию те фрагменты интервью с владыкой, которые не вошли в нашу передачу. Митрополит Климент уже не в первый раз посещает Брянск. Его Высокопреосвященство приезжало на празднование Собора Брянских Святых и Дня памяти преподобного благоверного князя Олега Брянского. Я был, я служил на Олега Брянского где-то, наверное, в шестой или восьмой год, вот так я не помню. 2017 год для Русской Православной Церкви особый. Это год столетия Октябрьской революции, когда вспоминается начало гонений на церковь. Этой теме посвящены и международные рождественские образовательные чтения, которые начнут свою работу в Москве с 25 января. На церковно-общественном форуме будут говорить об уроках столетия, которые мы должны извлечь для себя из трагического прошлого нашей страны. Главный урок, я скажу, такой – это вера людей. Вера людей в то время, они стремились сохранить церковь. Я был еще школьником, помню, вот, к примеру, напротив нас жили две монахини, тайные монахини. Вот. Мать и дочь монахини Михаила, монахини Петерима. Мать была пенсионерка, а дочь была такого работающего возраста, грамотная, образованная. Точно я не знаю происхождение, но, говорят, чуть ли не из графской такой семьи. Вот. И что интересно, дочь образованная, культурная, она устроилась работать в Москве уборщицей. Почему? Потому что куда-то поступать нужно вступать в партию. Нет. А убирать там какие-то служебные кабинеты – это просто. Вот. И ездила по вечерам, и там работала. И утром возвращалась. Вот. Другая тоже прихожанка, тетя Поля мы ее звали. Они к нам приходили с высшим образованием. Она устроилась в какой-то конторе недалеко, ночным сторожем. И каждый день ходила храм утром и вечером. А с восьми до вечера, до восьми утра она дежурила. Вот. Люди жертвовали всем ради того, чтобы быть рядом с Богом, с церковью. Поддерживали. Помню, как люди для того, чтобы не закрыть приход, ездили чуть ли не в соседние районы, но на электричке, на автобусах, на праздники в храм, чтобы не закрыли только храм, сельский храм. И чтобы там совершалось богослужение. Почему? Местным людям запрещали ходить в храм сельчанам на работу, уборочная страда, все. А если народа не будет, храм не мог бы существовать. Налоги большие были на церковь. И вот люди собирали деньги, ехали и везли. Это такая жертвенность. Люди любили храм и любили богослужение. Я помню случай, когда как-то с мамой пришел в храм, я смотрю, женщина плачет. А я просто по-детски. Мама с ней разговаривала. Мама, а чего она плачет после разговора? А мама мне говорит, она приехала из какой-то сибирского региона, у них нету храма. Она пожила неделю, каждый день ходила и сегодня уезжает. И она плакала, просила Господи, да еще раз приехать сюда, чтобы в храм сходить. Как люди относились к посещению храма, как они ценили возможность прибыть в храм, побыть на службе. Они не убегали. И тогда я вот опять скажу, вспомню на свои детские годы, у нас дом, вот мы буквально с братом могли добежать за пять минут. Хайбы семь-восемь минут до храма. Параллельные улицы там и был храм. Кончится литургия, народ не уходил с храма. Там служат акафисты, молебны, по пять-шесть акафистов читалось, народ стоит. А в другой части храма панихида. Примерно треть, а то и больше остается на панихиде молиться. Потому что это еще было там 10-15 лет после войны, люди многих потеряли. Но они приходили помолиться. Другие стоят там процентов 30-40, остается на молебны. И молебен часа полтора служится с акафистами. Священник не сокращал ничего. Вот. И люди радовались, что могут помолиться. Радость людей от посещения храма больше всего мне. Вот это памятное. Но я и желаю сейчас, чтобы нам эта радость, когда мы идем в храм, всегда присутствовала с нами. Пророк Давид сказал, Вот это духовное переживание, что мы действительно приходим в храм, что мы предстоим перед Богом, должно быть и сейчас у нас. Не просто зашел по пути в магазин, поставить свечку. От Бога, то есть Богу от нас требуется не свечка, а наше сердце, наша расположенность, наша готовность принять его в жизнь. А мы как-то современный православный христианин не так бережно относятся к посещению храма. Не так ценят те минуты нахождения в храме, как раньше. Вот это вот большое отличие. Мы должны ценить и мы любить богослужение и радоваться каждому посещению храма. Владыка Климен со школьных лет был знаком с митрополитом Брянским и Севским Александром и поделился с нами своими детскими воспоминаниями о том, как они вместе посещали Троицу-Сергиевую Лавру и мечтали поступить в семинарию. Мы познакомились с ним в школьные годы. Мы вместе ездили в Троицу-Сергиевую Лавру. У меня был духовник Архимандрит Тихон Агриков, а это его дядя. И вот так у нас началась дружба вначале в Лавре. Мы встречались там на богослужении. После богослужения где-нибудь, если пост, винегретико перекусим с хлебушком и все, и картошку в мундире. А потом у нас тесно были молодые, юношеские годы, были довольно тесно связаны. Он одно время даже жил у нас в доме, потому что его родитель служил в селе в Белгородской области. И для того, чтобы как-то решить вопрос с образнованием дальнейшим, он хотел. У нас с детства была у всех мечта, у него, у меня, у моего младшего брата, владыки Димитрия Тоборского, поступить в семинарию. И он вот некоторое время жил у нас и учился в школе. И вот связи с тех пор у нас не прекращаются. Мы вместе паломничали по святым местам, вместе ездили в лавру, вместе ходили в храм, вместе читали правила, вместе готовились к причащению. И сейчас рядом служим. Архимандрит Тихон Агриков в советские годы преподавал в Московской духовной семинарии и академии. И был известным духовником Троицы Сергиевой лавры. Он снискал уважение у семинаристов и многих верующих людей, приезжавших к нему за советом и молитвенной поддержкой из разных уголков нашей страны. К архимандриту Тихону стремилась молодежь, и он прививал ей твердую веру и послушание. Я вспоминаю, отец Тихон так школьником подходил на исповедь 10 лет, был 11, 12 лет. Он мне так позвонил, что ты, Герка, не стесняйся в школе, от Бога не отрекайся. Меня Герман звали, он так. Всегда поздравлял отец Тихон с Рождеством и Пасхой. Вот это у нас была жизнь такая нацелена на то, чтобы служить Богу. Мы ни о чем не думали, ни архиоресты. И он начал свое служение у нас вот здесь, как бы, говорит, я пойду, рукоположусь, я рукоположился, и потом буду учиться в семинарии, потому что поступить было трудно в семинарию. А на заочное можно, если рукоположен священник. Его в Ярославской епархии рукоположили, и он служил в самом таком глухом селе. И учился. А мне было, я все равно, как с Москвы, мне поступить казалось легче, я поступил, но все равно связь мы не прерывали. Вот, и потом вот вместе, и при Патриархии Алексии вместе совершали служение, вот, были в чистом переулке в Московской Патриархии. Я был управляющим делами Московской Патриархии, а он был векарием Святейшего Патриарха. Но вопросы нам приходилось решать вместе. Наставление архимандрита Тихона и то, как он беззаветно служил в церкви, сыграли огромное значение для владыки Александра. По характеру он строг к себе. Он строг к себе и любвеобилин к ближним. Потому что, вот я вспоминаю, это все передалось нам от отца Тихона. Он, отец Тихон, всенышную не пропускал, всегда был в храме. Вечерние все богослужения, утренние приходил, на братский молебен приходил. Вот, после всенышной подпраздники он всю ночь исповедовал. Утром приходил раннюю литургию, служил, проповедовал. На позднюю литургию опять приходил исповедовать. Он строг был к себе. Он не допускал даже самой мелочи, чтобы что-то не так сделать. А других он понимал сложность жизни в миру, особенно в то время. Он никогда жестоко никого не наказывал. Он только, как это касается и меня, всей нашей семьи, как говорится, пожурит немножко. Напомню, не забывай, главное, Бога. Вот и все. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Да хранит вас Господь! Дорогие телезрители, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok